Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Дмитрий Нестерук. На предыдущем докладе, который был буквально полчаса назад, там вскользь упомянулась идея того, что есть какой-то брокер, по которому там что-то ходит, но это было как часть инфраструктурной дискуссии, а я хочу поговорить на более практическом уровне. И то, что я буду показывать, это не какие-то гигантские инфраструктурные решения, а то, из каких кусочков брокеры событий или просто шина событий, из каких кусочков это собирается, ну и попробую ответить на вопрос, зачем все это надо и что с этим делать. Собственно, брокеры событий, они собираются из нескольких паттернов проектирования, которые засовываются в некий такой мясорубку, и в результате получается нечто, что приносит плюшки всех этих паттернов, то есть что-то от одного, что-то от другого, и паттерны эти это команда-посредник и наблюдатель, то бишь команд-mediator-absorber, которые сливаются в один класс, в одну какую-то структуру. И для того, чтобы объяснить, как все это работает, я для начала покажу, как сами эти паттерны работают, какие там есть всякие интересные аспекты. Начнем мы с паттерна-команда. Собственно, достаточно банальный сценарий, который все показывают, когда обсуждают команды. То, что у вас есть, допустим, какой-то, не знаю, банковский счет, у него есть там айдишник, у него есть баланс, и есть какой-то метод для того, чтобы положить деньги на этот счет. Выглядит все это очень хорошо, но на практике, естественно, банки так не работают, и такой код, собственно, не пишут. Зачем, собственно, откуда вырастает вот эта идея команд? Ну, она вырастает из того, что по идее мы можем написать какой-то такой код, это выглядит очень так. Это hello world, с одной стороны, и с другой стороны мы на вот даже этих вызовах мы очень много чего теряем. Мы, по сути дела, теряем большое количество информации, потому что у нас нет никакой записи того, когда, например, счет был открыт. Это как бы важно, ну, потому что, не знаю, допустим, попал вам в руки, не знаю, панамский архив, может кто слышал, что такое, и там как бы есть счета, но не написано, когда они были открыты. Это как бы немножко грустно. И, соответственно, там стартовый баланс счета тоже, вот как бы открыли этот счет, но записи о том, что вот была создана переменная такая-то в системе, его нет, и, соответственно, после этого мы кладем деньги какие-то на счет, но, опять же, у нас нет никакой записи насчет того, когда эти деньги были положены, кто там запросил, чтобы эти деньги были положены и так далее и тому подобное. Кстати, нам хочется, чтобы вот эти операции, операции присваивания или какие-то вызовы, чтобы они, чтобы их можно было где-то фиксировать, где-то вот буквально сериализовывать их в какую-то базу данных. И, собственно, вот из этого команда и появляется. То есть команда – это, по сути дела, инструкция «сделай, пожалуйста, что-то». Обычно это операция, которая мутирует состояние, то есть это операция, которая говорит «вот давай ты там проведешь какие-то действия, которые, скорее всего, что-то поменяют». И тут возникает первый вопрос. Если мы сейчас начинаем каждый запрос, там запрос «создай объект», запрос «поменяй объект» оборачивать в какой-то класс, оборачивать какую-то структуру, вопрос первый – это, а кто, собственно, обрабатывает эту команду? Ну, команду мы создали. Допустим, мы создали команду, которая говорит, что вот для банковского счета с таким-то ID-шником добавь туда лишние 100 долларов, допустим. Кто обрабатывает эту команду? Тут есть разные подходы, на самом деле. Один из подходов – это то, что команда – это как бы объект в себе. То есть команда – это, по сути дела, такой «unit of work», только «unit of work», который еще можно сериализовать, потому что в отличие от обычного вызова метода, допустим, потому что, ну, когда вы вызываете метод, единственный шанс записать, что этот метод был вызван, это использовать какой-нибудь historical debugger, допустим. А здесь мы как бы обернули все это и потом взяли, просто взяли саму команду и сказали команде, команда, давай вызови себя сама, вот тебе какой-то контекст, окружение для того, чтобы там работать со всем этим. Передали в команду репозитарий или что-нибудь такое ужасное. Другой подход – это, что команды обрабатывают тот объект, которому, собственно, эти команды предназначены. То есть если мы хотим поменять, допустим, банковский счет, то, соответственно, команды типа там «добавить деньги на счет» будет обрабатывать сам банковский счет, потому что ему эта команда, собственно, и предназначена. При этом возникает вопрос, что «а что, если у нас еще есть какие-то системы, которые хотят тоже как бы вот эту команду перехватить? И может там залагировать что-нибудь или может проверить что-нибудь. Тут все становится сложнее». Ну и третий подход – это когда у вас команда обрабатывает отдельные специальные компоненты. Это добавляет гибкости по ряду причин. Ну, представьте, например, ситуацию с банковским счетом. Естественно, что есть какая-то точка во времени, когда банковский счет создается. Когда банковского счета нет, и вот человек пришел в банк, он, допустим, пришел там с паспортом или с чем-то, хочет открыть счет. Этот счет создается. Если счет обрабатывает, если команду создания счета обрабатывает сам банковский счет, это получается какой-то нонсенс, потому что создание банковского счета должно идти в момент, когда пришла вот эта команда. А так получается, что это не сделать, если сам счет обрабатывает команды. Поэтому вот когда у вас есть отдельный, опять же, какой-то обработчик, который, допустим, получает эти команды, и у него есть доступ к какому-то, не знаю, репозитарию или списку всех банковских счетов, это более гибкая ситуация, потому что она покрывает вот этот кейс, например. Ну и нужно понимать, что вот одна из плюшек этого, одна из плюшек собственного брокера в событии заключается в том, что одна и та же команда, которая, казалось бы, направлена только для банковских счетов, она еще может быть обработана другими всякими обработчиками, которые могут делать что-то свое, например, какое-то логирование, аудит, репликация, неважно, это как бы детали. Собственно, в самом простом случае мы можем переписать все это вот таким образом, то есть вместо того, чтобы иметь как бы вот метод, который, ну у нас остается метод названием deposit, положить деньги на счет, но помимо этого у нас появляется вот класс deposit command, где мы описываем, значит, ID-шник того аккаунта, который мы хотим поменять, и сколько денег мы хотим на него положить. И после этого у нас есть некая, ну в данном случае отдельная компонента command processor, который получает эту команду и дальше делает что-то. Дальше он там идет в свой какой-то внутренний список аккаунтов, находит этот аккаунт и тут уже вызывает вот этот метод deposit. При этом как бы намек на то, что этот метод не обязательно делать его публичным для тех, кто потребляет этот API, тут все можно хорошенько скрыть. И, ну, то есть такой механизм инкапсуляции, если хотите. Поэтому команды еще и в этом плане помогают. Но это не единственный подход. Другой подход это когда вы изолируете команду как бы self-contained unit of work. В этом случае мы можем внедрить некий интерфейс. То есть мы можем говорить про команды, которые не обрабатывают за каким-то обработчиком, а просто сами выполняют себя. Команды, которые выполняют себя, иначе говоря, вот обработчика конкретного нет, просто создаем команду, и потом у команды есть какой-то метод типа call, который позволяет команде делать то, что она, собственно, и должна делать. У этого, как ни странно, тоже есть преимущество. То есть в данном случае мы можем выстроить иерархию этих команд, и эти команды позволяют нам в эту структуру добавлять еще какую-то дополнительную ответственность. То есть у нас есть команда, у которой, допустим, есть метод call, который позволяет вызвать, то есть провести некое действие. Помимо этого мы можем добавить метод undo, который позволяет то, что эта команда обычно делает, отмотать назад. То есть если команда кладет на счет, там 100 долларов, допустим, то undo этой команды будет забрать 100 долларов с этого счета. Естественно, с поправками некими. Ну и помимо этого можно хранить состояние в команде. Можно, например, сделать булевый флажок, который говорит, была ли успешная операция. Ну потому что если вы попытались, допустим, у вас пустой банковский счет, вы попытались, там, не знаю, снять 100 долларов, а потом сделать undo, то, понятное дело, что не должно в этом банковском счете материализоваться 100 долларов, не весть откуда, потому что вы сделали undo. Поэтому undo должно работать только если команда была успешной. И вот такой флажок – это пример, собственно, состояния, который в команде можно держать. Соответственно, можно как-то вот так определить интерфейс команды. Ну здесь я использую абстрактный класс. Можно использовать интерфейс, просто с xs будет типа getter. Ну и вот идея простая. У нас есть некая абстрактная структура. У нее есть call для того, чтобы сделать что-то, там, положить деньги на счет, снять деньги на счет. У нее есть undo, чтобы отмотать эту операцию. У нее есть какой-то флажок с xs, который, значит, показывает, была ли успешна сама операция. И мы можем делать undo, допустим, только если вот эта операция действительно была успешной. Следующий этап. Когда у вас есть некий набор команд, мы можем продолжать баловаться с паттернами и совместить паттерны команды и компасы. Это у нас получается то, что в простонародье известно как macros. То есть macros – это несколько команд, завернутые в одну команду и имеющие интерфейс этой команды. То есть у нас есть как бы некая совокупность, которая реализует тот же интерфейс. Ну и это позволяет, поскольку это паттерн компасе, это позволяет делать macros из macros из macros. Потому что логически в этом весь смысл паттерна, собственно. То есть вот самая простая операция – это что нужно сделать, если вы хотите перекинуть деньги между одним банковским счетом и другим. То есть мы можем симулировать эту операцию так. Мы можем сначала взять деньги с первого счета и потом положить эти деньги на второй счет. И мы хотим, чтобы вот эти две операции были упакованы в какой-то один объект, с которым удобно работать. То есть, ну, понятное дело, что это просто список. Просто список. Вот первая команда – забери деньги, второй элемент – это положить деньги на счет. То есть мы сначала, мы можем, если мы хотим применить вот этот macros, мы можем вызвать метод call на каждой команде – первая, вторая, третья. Или если мы хотим все отмотать, мы можем вызвать undo в обратном порядке. Там третья, вторая, первая. Ну, в данном случае две команды, поэтому вторая – первая. Вот. Но тут есть свои тонкости. Тут уже начинается взаимодействие между командами внутри вот этого, внутри вот этой системы. Например, допустим, я хочу перекинуть триллион долларов со своего счета на TOLIN счет. Ну, хорошая идея, в принципе, нормально, TOLIN не откажется, он уже там всеми руками за, но это не пройдет. И это не пройдет на первом вызове. Первый вызов – это withdraw, забрать деньги. Ну, допустим, что мы вызываем эту команду, вот вызываем этот macros как есть. Мы попытались забрать триллион денег, у меня не получилось, а потом положили триллион денег на TOLIN счет, что в принципе, ну, нет никаких, то есть банк не будет обижаться на то, что внезапно один из его клиентов стал триллионером, то есть всем будет нормально. Соответственно, у нас появляются дополнительные правила. Мы хотим, чтобы если первая операция провалилась, то второй операции не существовало вообще. И это пример того, что называется Comptractive Event Processing, то есть сложная обработка событий. То есть в данном случае у нас есть требование, что если любой элемент вот этой цепи провалился, то другие элементы этой цепи не должны быть вызваны. И на самом деле ситуация еще немного сложнее, потому что представьте, что у нас три шага. Первый успешный, второй провалился. Нам не только не нужно третий вызывать, но нам нужно еще первый отмотать, потому что первый прошел, но он не нужен, потому что у нас как бы модель все или ничего. Поэтому давайте посмотрим на код. Код. Так. Я не знаю, насколько хорошо видно, но надеюсь, что не ужасно. То есть это как раз вот тот сценарий, про который я говорил, когда у нас есть банковский счет. У него есть метод для того, чтобы положить деньги, и у него есть метод для того, чтобы еще и снять деньги. Заметьте, что в процессе снятия денег у нас есть булевый флажок, который показывает, возможно ли это в принципе. Если у вас не хватает денег, вы там за пределы овердрафта проехали, то вам в этом случае выдадут false. И это то, что мы можем использовать для того, чтобы потом присваивать вот этот флажок. То есть вот это как раз тот абстрактный класс, про который я говорил. У него есть метод для вызова, метод для отматывания всего этого счастья, и какой-то флажок типа success. Потом у нас есть команда. В данном случае я объединил команды with ROID deposit просто в один класс, вместо того, чтобы делать несколько. То есть у нас здесь есть просто и нам под названием action, который говорит, хотим ли мы положить деньги на счет или снять деньги. Со счета у нас есть, собственно, сколько денег мы хотим положить или снять. И после этого у нас есть call для того, чтобы применить то или иное действие. И у нас есть undo. undo – это операция чуть более хитрая. Как я уже говорил, если у нас ничего не получилось, то нужно выбрасывать нас отсюда, потому что отматывать операцию, которая провалилась, не имеет смысла. Ну и здесь вот я таким немножко кривым асимметричным способом пытаюсь отмотать то, что произошло. Но самое интересное происходит дальше. Дальше у нас врывается composite bank account command, то есть это уже список команд, которые в случае call мы просто вызываем, делаем for each для каждой команды, вызываем ее. Ну и в случае undo мы делаем undo каждой команды, причем вот это неприятность, потому что reverse на листе – это мутабельная операция, поэтому пришлось скастовать. Но в целом все достаточно просто. Берем список всех команд, делаем reverse, обходим его в обратном порядке и делаем undo. Ну вроде как все более-менее неплохо. А потом мы можем на базе этого путем наследования уже строить конкретные команды, то есть конкретные макросы. Вот если мы хотим перекинуть деньги с одного счета под названием from на другой счет под названием to, то мы передаем в конструкторе, значит, с какого счета на какой счет сколько денег. Внутри мы добавляем, собственно, вот здесь add range, мы добавляем вот эти команды с одного счета снять, на другой счет положить. Но дальше происходит следующее. Дальше в момент вызова нам нужно трекать, была ли операция, была ли предыдущая операция нормальная или она обвалилась. Потому что если она обвалилась, то следующую операцию делать не нужно, вместо этого нужно просто сказать, что накрылось, все накрылось медным тазом. И при этом вот то, что я показываю здесь, оно не покрывает ситуацию, когда у нас там первая операция окей, вторая операция окей, третья операция накрылась. Потому что в этом случае нужно еще пойти назад и отмотать вот эти операции, сделать на них undo. Это домашнее задание для тех, кто скачает этот код. Но в целом такой подход работает, и это, собственно, иллюстрация того, что он называется macos или композитными командами. Вот. Это, значит, был первый паттерн. Ну, некоторые иллюстрации некоторых аспектов первого паттерна, скажем так. Следующая часть для того, чтобы собрать брокер, это посредник. Посредник – это достаточно банальная структура. Это просто некая центральная компонента, которая позволяет разным классам, разным структурам общаться друг с другом, не зная о том, что они присутствуют. То есть не имея прямых дотнетных ссылок друг на друга, потому что это чревато. Это чревато, собственно, расширением лайфтайма, который приводит к там утечкам памяти и всяким нехорошим вещам. Соответственно, вот это взаимодействие, его можно по-разному реализовать, потому что он может быть там внутрипроцессное, например. Оно может быть out of process, когда вы общаетесь через какие-то протоколы. Оно может быть там синхронным и асинхронным. То есть разные реализации всего этого. У меня в примерах будет все достаточно синхронно и in process, потому что иначе просто демки становятся очень сложными. И самый классический пример всего этой счастья – это чатрум. То есть когда у вас есть несколько людей, которые чатятся на каком-то сервере и в каком-то приложении, они чатятся друг с другом, но у них нет прямых ссылок друг на друга. То есть один человек не вызывает там метод receive другого человека. Так все не работает. Вместо этого у нас есть у каждого из участников чатрума есть ссылка на некие центральные компоненты. И это позволяет участникам входить в систему и выходить из системы, и при этом не ломать вот эту систему. То есть идея такая, что, допустим, кто-то послал мне сообщение, а в этот момент я вышел из системы. Вот возникает вопрос, а что будет с этим сообщением? Потому что если бы это были прямые ссылки, я бы внезапно стал now. У нас бы был now reference exception. Поскольку у нас есть некий посредник, который как бы вот хендит эти ситуации, ничего плохого не происходит. Тут будет немножко мелкий код. Я извиняюсь, но попытаюсь словами проиллюстрировать то, что происходит. То есть вот у нас есть некий участник, участник вот этого процесса взаимодействия, то есть класс под названием person, у которого есть некие методы там, допустим, сказать что-то в комнату, в чат комнату, где он находится, или, допустим, отправить приватное сообщение конкретному участнику чатрума. И помимо этого у него есть вот самое важное, это ссылка на чатрум, на наш посредник. Ну и, соответственно, посредник, в свою очередь, он просто держит некий список всех людей, которые находятся в этом чатруме. И у него есть методы для того, чтобы, допустим, там сделать рассылку по всем участникам. Ну потому что у него список, он может просто итерировать этот список. Помимо этого у него есть там методы для того, чтобы новый участник присоединился ко всему этому и способности там посылать сообщение между источником и кому это сообщение, собственно, направлено. Ну и, соответственно, у нас есть вызовы в обе стороны. То есть person, поскольку у него есть ссылки на посредника, он может вызывать соответствующие методы, которые потом делают рассылку. А эти методы, поскольку у нас есть список всех участников, они могут вызывать, соответственно, метод receive у person, который, собственно, получит конкретное сообщение. То есть достаточно простая вещь. Несколько объектов, которые участвуют в общем взаимодействии, и у них у всех где-то, допустим, там через dependency injection, значит, инжектится какая-то центральная компонент. На самом деле вот то, как ссылаться на все это, это такая боль иногда бывает, потому что, да, у нас действительно каждый компонент ссылается и использует вот этого посредника. Обычно, ну, вы можете это делать вручную, можно это делать с помощью dependency injection. И тут вот в фабрике делегаты очень прикольная такая штука. Я не знаю, знаком ли кто, но идея такая, что если вы используете DI и будете писать вот так, то инициализация этой компоненты через IOC-контейнер будет очень корявой, потому что вам, с одной стороны, медиатор-то, он у вас, скорее всего, как singleton зарегистрирован, он у вас должен инжектиться. С другой стороны, у вас есть, допустим, какое-то имя, которое хочется ручками приписать. Вот вне зависимости от IOC-контейнера это все выглядит не очень, поэтому можно, например, написать вот так, то есть можно создать еще некий делегат вот такого типа, прямо вот в классе, где вы находите, который содержит только name и не содержит посредника. А потом делать конструктор как раньше, и что делает IOC-контейнер? Очень прикольная штука. Он в момент, когда вы резовываете вот весь вот этот объект foo, он проинициализирует этот делегат таким образом, что вот этот делегат будет равняться вызову этого конструктора, но с уже проинжектанной вот этой компонентой и другими компонентами, которые тоже нужны. То есть это просто некий синтакс шуга. Решил просто упомянуть, потому что такие примеры, иначе они немножко коряво выглядят. И это да, это, собственно, все, что я хотел сказать про посредника, поскольку это очень такая банальный паттерн. Я здесь обсуждаю, естественно, подход, когда у нас какой-то там in-process, допустим, компоненты, которые инжектятся в конструктор. Но, как вы понимаете, это также более широкое правило, когда у вас есть какая-то центральная точка в системе, на которую все ссылаются через, неважно что, через там обычные TCP и так далее. То есть это от вас зависит. Так, и следующая часть всего вот этого хаоса – это наблюдатель, который у нас вот встроен в .NET, собственно. То есть идея такая, что, ну, вы хотите какие-то уведомления. То есть компонент А хочет, чтобы ее уведомляли, когда что-то случилось с компонентой Б или что-то абстрактно произошло. И у нас уже в C-шар встроен такой механизм. У нас есть, например, ивенты, вот как один из императивных механизмов. Ивенты, то есть делаешь ивент, плюс равно, что подписаться, минус равно, что отписаться. Кстати, минус равно, есть много всяких подводных камней. Но у этой парадигмы есть свои слабые стороны. Одна из слабых сторон – это то, что после того, как вы сделали эту подписку, вы потом можете, не знаю, выпилить того, на кого вы подписались, а эта штука осталась в памяти и ее ГЦ не забирает. Почему? Потому что у вас осталась ссылка, у вас осталась подписка, это фактически. А самой вот подпиской, как осязаемой сущностью, вы не управляете. Вы управляете только вот этими плюс равно, минус равно. И это слабость системы, это причина, по которой всякие появляются weak event manager и, собственно, паттерн слабых событий в .NET. То есть это один из подходов, более современный подход – это что-то типа iObservable. iObservable – это штука, которая, ну вот в Reactive Extensions нам ввели всю эту конструкцию, а в iObservable, по крайней мере, люди поняли, что когда вы делаете подписку на что-то, вы выдадите какой-то, выдавайте какой-то токен наружу, какой-то моментал, с которым потом можно что-то делать, чтобы вот принудительно прибить эту штуку. Но это императивные подходы. На самом деле, в плане вот этой задачи, когда у вас есть куча компонент, которые нужно подписать на кучу других компонентов, Unconditioned – не обязательно использовать императивные подходы. Можно использовать подходы декларативные. То есть, например, я могу сказать, что давайте использовать маркер-интерфейс. Давайте каждая штука, которая публикует какое-то событие, будет реализовывать интерфейс iSend от t-event, а каждая штука, которая, собственно, подписывается на это событие, будет реализовывать iHandle. Ну и понятное дело, что вместо маркера-интерфейса можно использовать другие какие-нибудь парадигмы. Можно, например, использовать атрибуты. То есть, можно вот прописать там. Одна штука будет publishes, какой-нибудь метод, а другая будет handles. Это уже детали реализации. То есть, мы можем фактически наплодить какую-нибудь вот такую структуру. То есть, у нас есть некие события. Ну вот я здесь написал как iEvent. В принципе, можно abstracting class делать, можно что-то другое делать. И у нас есть интерфейсы iSend и iHandle для того, чтобы… Ну, соответственно, iSend – это у нас штука, в которой есть event, на которой можно подписаться. iHandle – это штука, которая, собственно, обрабатывает этот event вот со стандартным signature, скажем так. И мы можем всем этим воспользоваться. То есть, вот здесь небольшой пример, в котором у нас есть кнопочка button, у нас есть некий event button pressed event. Допустим, да, вы кнопочку можете нажать один раз, а можете сделать какой-нибудь двойной щелчок, и вы хотите на это подписаться. То есть, в данном случае кнопочку у нас реализует iSend. Соответственно, как только вы напишите iSend button pressed event, там ReSharper или Rider вам подчеркнет, типа, хотите ли вы реализовать эту штуку, вы добавляете event. После этого вы можете добавить какой-нибудь там helper для того, чтобы этот event запустить. Ну, а дальше можно писать разные компоненты, которые подписываются на все это. Это в данном случае у нас вот класс под названием login, который говорит, что он хендлит вот этот event. Ну, и его signature, соответственно, тоже определена самим интерфейсом. И теперь ключевой вопрос. То есть, я это показываю не как академический пример. Как мы можем, вот представьте, что у нас вагоны маленькая тележка таких классов, вагоны маленькая тележка таких классов, у нас куча разных домейн-эвентов в системе. Как все это на все подписать так, чтобы вот оно все работало не ручками, не через плюс равно, потому что это немного коричневый. Ответ простой. Это все можно делать через тот же IOC-контейнер. Потому что в конечном счете, если вы инициализируете эти объекты, если все это какие-то сервисы, которые друг на друга зависят, ну или просто какие-нибудь пинстансы, которые нужны где-то, вы можете сказать, что вот когда у нас инициализируется штука под названием iHandle, давайте мы в момент, когда вот уже объект создан и пора его выдавать наружу, давайте в этот момент посмотрим, а может у нас в системе в IOC-контейнер зарегистрированы объекты типа iSend с таким же типом t, как мой iHandle of t и подпишем их. Вот. И, собственно, сейчас будет еще одна демка. У нас здесь есть ровно то, про что я и говорил. У нас есть iEvent, у нас есть интерфейсы iSend и iHandle, у нас есть ButtonPressedEvent, у нас есть кнопочка и у нас есть некая компонента логирования. Дальше что мы делаем? Вот я использую AutoFact, но по идее это не зависит от того, какой IC-контейнер вы используете. То есть здесь можно что сделать? Мы сначала берем все iSend и регистрируем их в контейнере. Ну, потому что iSend это то, на что мы будем подписываться. Да-да-да, специально название здесь специально такое. Значит, а потом мы регистрируем тех, кто подписывается на эти ивенты. Но вот тут начинается самая соль. Потому что мы хотим, чтобы, во-первых, это были iHandle типы, потому что именно для них у нас специальное поведение. А после этого мы говорим, что, о, а тут на самом деле есть некий метод onActivated. И мы сюда можем лямбдочку подсунуть, которая будет вызвана, когда объект, который нам нужен, уже создан, но еще не выдан наружу. И в данном случае мы используем очень жесткий хардкордный reflection для того, чтобы получить наш текущий тип, то есть iHandleofT, понять, что же это за iT, потом найти, вот когда вы резовываете iEnumerable от какого-то типа в iOS контейнере, вы получаете по инстансу каждого элемента, который зарегистрирован в контейнере. То есть для iHandle от ButtonPressedEvent вы, соответственно, получите все нужные типы, все сервисы. Мы обходим все эти сервисы, и мы с помощью там delegate, create delegate и прочей магии подписываем вот это событие. То есть мы автоматически делаем wireup всех компонент типа iSend, подписывая все компоненты типа iHandle на них в момент инициализации этих компонентов. Ну, здесь у меня, вот если присмотреться, здесь у меня некий читинг. В частности, я тут объекты с синглутонами делаю. Но в целом этот подход работает. Этот подход работает, и он работает в разных iOS контейнерах. То есть это как бы во мне валидная конструкция. Но не идеальная. Почему это не идеальная конструкция? Декларативные подписки, это, конечно, очень красиво, при условии, что вы более-менее жестко знаете, какие у вас объекты создаются, и в каких количествах, и когда, и вы как бы эту ситуацию видите заранее. Но представьте такую ситуацию, что у вас публикатор одного из этих событий, он создается постфактум. То есть у вас есть уже подписчики, которые хотят подписываться на iSend of x. А мы внезапно вбросили компоненту, который именно этот x выбрасывает. Как мы сделаем вот эту переподписку? То есть иначе говоря, вопрос такой. Как мы найдем те компоненты, которые IC-контейнер выдал кому-то наружу? Ну, потому что если они не синглтоны, то по идее мы и не найдем их, потому что это были конкретные инстансы, там instance for request или что-нибудь. И такая вот проблема. Кстати, эта же проблема появляется в подходе динамического прототипирования, про который я говорил. Там тоже как бы влезает такая парадигма, парадигма IOC-контейнера, который еще и трекает то, что он создавал. То есть бывают сценарии, когда это полезно. Но если у вас этого нет, то вот сценарий, когда появляется паблишер, и его нужно автор подписать, непонятно, как это делать. То есть решения этого нет. Еще один вопрос, это то, что здесь в данном случае совершенно непонятно, что происходит, когда компоненты уничтожаются. То есть опять же мы здесь не хендим ситуацию, когда компоненты уничтожили, а подписки-то остались. И, соответственно, референсы остались, и, соответственно, утечки памяти, все дела. Поэтому тоже не лучшая вещь, к сожалению. И, соответственно, все это, ну, вывод такой, что, по идее, в некоторых сценариях эта штука прекрасно работает, будет работать, но в целом хотелось бы иметь какой-то механизм, когда все-таки сама подписка является вот конкретным объектом, на котором можно оперировать. И, к счастью, у нас уже есть, у нас эта парадигма уже отчасти проработана. Она проработана, потому что есть вот такая штука. То есть если посмотреть на определение I-observable of T, вы увидите, что он возвращает тарам-парам I-disposable. И намек на то, что ты в любой момент этот I-disposable вызываешь на нем dispose, и все, как бы вот связь между I и B прекратилась. Другой вопрос, что, собственно, что стоит за этим I-disposable. То есть нам-то хочется, чтобы этот I-disposable был каким-то конкретным типом. Тут есть два подхода, как минимум два. Один – это когда вы используете уже что-то готовое. Например, Rix-овый subject of T. То есть его не рекомендуют особо использовать, но по идее оно будет работать. То есть оно уже дает вам некий предупакованный I-disposable подписку, которую можно откуда-то выкинуть, просто сагрегируя этот subject of T. То есть у вас будет какой-то I-disposable of T, который внутри будет держать subject of T и будет выдавать, соответственно, подобную конструкцию. Ну и второй вариант – это когда вы делаете какой-то свой механизм. То есть вот этот I-disposable – это ваш класс, который вы сами написали, и это имеет определенные плюсы, в частности потокобезопасность, например. То есть subject of T, например, у него instance member не гарантированы, что они thread safe. Это значит, что если у вас есть несколько потоков, и, допустим, в одном из потоков вы на subject of T добавляете подписчика, а в другом там удаляете, у вас итераторы инвалидированы, ну вот это проблема, то что как бы если кто-то просто держит обычный лист, там инвалидируется итератор, и все накрывается менным тазом. Если вы делаете сами механизм подписок, вы можете что-то с этим делать. Поэтому еще одна демка. Здесь, собственно, показано то, как можно реализовать всю вот эту штуку с подписками. То есть у нас есть некий класс, данном случае это не брокер событий, это просто конкретно взятый какой-то объект из нашей предметной области. И он, значит, говорит, что он iObservable от ивента, где ивент это некая штука, которая вообще пустая, ничего не делает. Вот. У нас, допустим, есть человек, который может заболеть. В случае, если он заболел, что он наследует от ивента, мы можем там врачу предоставить адрес, куда типа скорую призывать. Значит, идея какая? У нас iObservable требует, чтобы мы реализовали вот единственный метод под названием subscribe, который берет iObserver. Конечно, iObserver это штука, которую мы, ну, редко, когда мы реализуем этот интерфейс на своих классах, скорее всего, мы просто передаем какую-то лямбочку, которая обрабатывает он next, и игнорируем все остальное. То есть реализация интерфейса iObserver это не то, что мы обычно делаем, хотя, в принципе, если хотите, можете сделать. Так или иначе, мы подписываемся на некие события, которые возвращают нам disposable. Что происходит под капотом? Под капотом мы создаем класс под названием подписка subscription. Subscription есть ссылка на непосредственно observable и на observer. Можно перепрыгнуть на него и посмотреть, как это все выглядит. То есть subscription это тривиальная структура. Она disposable, потому что этого требует интерфейса iObservable. Она держит ссылку на, соответственно, там, человека, который генерирует какие-то сообщения, и она держит ссылку на того, кто потребляет эти сообщения. И в процессе диспоза все, что нужно сделать, это пойти через вот эту ссылку на список всех subscription и, допустим, удалить ту или иную подписку. То есть по факту вот эта реализация, она тривиальная, но она работает до какой-то степени. И она работает. Опять же, тут с потока безопасностью все так себе. Но идея очень простая. То, что в конечном счете у нас есть какой-то метод, типа там человек заболел. В этом случае мы проходим по всем подпискам и просто в каждой подписке берем обзор и вызываем onNext и передаем ему ту или иную информацию. Все достаточно банально и она работает. В данном случае, кстати, да, в данном случае я действительно реализовал iObserver. То есть у меня здесь есть onNext, который вызывается при подписке. Какой, собственно, плюс от всего этого? Ну, плюсов здесь много, но один из ключевых плюсов это то, что у вас до того, как вы делаете subscribe, до того, как вы подписались на поток событий, у вас есть вариант воспользоваться всеми прелестями link. То есть здесь можно, например, писать, там, не знаю, skip2. Написал skip2 и первые два сообщения, которые придут при вот этой подписке, они будут проигнорированы. Или, например, если я здесь напишу, допустим, take3, то будут взяты только первые три сообщения, а потом эта штука отпишется. Она отпишется и вот это ключевое как бы значение, то, что мы здесь можем сказать, возьми только три элемента, а потом обрежь вот это соединение, выставьте вот эту проблему утечки памяти, ее как бы нет, потому что Veractive Extensions, оно все за нас продумало и сделало все очень красиво. Но с потоком безопасности тут могут быть всякие нюансы, потому что, опять же, ну в данном случае у меня хэш-сет, но инвалидировать, ну мы посмотрим чуть позже на инвалидацию итератора, и как это вообще может пойти не так. Но у нас уже есть все три паттерна, с помощью которых можно брокер-событий сделать. То есть как все это происходит? То есть брокер-событий – это штука, которая является посредником, это некая центральная шина в системе, которая для тех сервисов и тех компонентов, которые вы создаете, она, скорее всего, вы хотите ее инвицировать в конструктор куда-то, чтобы на нее у всех был доступ. Потому что идея такая, что либо вы кладете на эту шину какую-то информацию, какие-то события, либо вы снимаете с этой шины информацию, и опять же снимать ее можно всякими хитрыми путями. Сама эта штука, она просто пробрасывает команды или пробрасывает сообщения какие-то, и вот дополнительная плюшка, это уже вам решать, хочется ли вам это делать, но можно реализовать интерфейс Ibservable of T, и это очень, как-то сказать, это очень правильно идеологически, потому что то, что у вас эта штука выдает, это действительно поток событий. И как раз вот использование всех этих операторов на потоке событий – это просто красиво, хорошо, и вот все вот эти штучки, которые Reactive Extensions вам дает, они прямо вот доступны из коробки. Поэтому, стоп, еще одна демка, посредник с использованием Reactive Extensions. То есть вот этот пример, он очень похож на предыдущий пример, но здесь уже мы используем вот этот центральный Event Broker. У меня везде здесь помечено Used Implicitly, поскольку эта штука, она не создается напрямую. То есть идея в том, что у вас есть какой-то контейнер, который все это создает. Здесь у меня тоже список подписчиков, точно так же, как в предыдущем примере, но я сейчас покажу небольшую тонкость, которая, опять же, в плане потока безопасности. То есть, например, когда мы кладем сообщение на шину, мы вместо того, чтобы использовать всех подписчиков напрямую, напоминаю, что итератор может инвалидироваться, мы делаем toArray. Ну, это я вот на коленке за 5 секунд написал такое решение. По идее здесь можно сделать какой-нибудь красивый лог, какой-нибудь read, write, log, slim, которым обернуть каждый из методов. Но идея простая. У нас есть вот эта центральная компонента, у нас есть возможность подписаться на эти события. То есть метод subscribe здесь является частью iObservable от, в данном случае eventArgs. Ну, у нас есть механизм отписки, который, собственно, вот этот как раз метод сами подписки используют. То есть subscription почти такой же, он тоже iDisposable. Единственное, что он в dispose вызывает просто iSubscribe на брокере, который он держит референс. Ну, и после этого мы можем посмотреть на небольшой сценарий того, как все это работает. То есть, смотрите, здесь у меня какая идея. У нас есть игроки, которые, допустим, там по полю бегают, мяч пинают или что-то в этом духе. И у нас есть тренер, который следит за процессом игры и, допустим, не знаю, хочет комментировать на эту тему. Соответственно, что мы делаем? У нас создается некий класс, который описывает всю информацию про то событие, которое было прокинуто. И после этого мы, значит, вписываем и игрока, и непосредственно тренера в вот эту систему. Значит, смотрите, здесь я как раз использую вот эту штуку с Delegate Factories. То есть здесь у меня помимо конструктора, который берет имя и брокера, у меня еще есть делегат, который инициализируется IC-контейнером и делает мне жизнь чуть проще. Ну, мелочь, но как бы приятно. Но самое интересное, вот здесь у меня как бы просто некий метод для того, чтобы сказать, что ну вот игрок забил, давайте на вот эту шину, на вот этот брокер, на который у нас есть ссылка, мы положим сообщение PlayerScore EventArts. Но самое интересное происходит в тренере. То есть тренер как бы следит за игрой и хочет, чтобы когда игрок забил, то чтобы вот у него была какая-то нотификация. И здесь я уже что делаю? У меня точно так же есть ссылка на брокер, который точно так же инжектится IC-контейнером. Я беру этого брокера и говорю, что слушай, там, конечно, хорошо, что ты разные типы сообщений кидаешь, но меня интересуют только сообщения типа PlayerScore EventArts и никакие другие сообщения. Помимо этого, когда игрок забивает первый гол, допустим, что меня это не так интересует, я пропускаю первый гол и беру последующие три. То есть последующие три гола, мне интересно, я хочу поздравить этого игрока. Я хочу, чтобы при каждом из этих голов я написал строку такую-то well done, там, имя игрока и так далее, и так далее. И после этого, вот после того, как мы пропустили одно сообщение и взяли три сообщения, произойдет отписка вот этой вот всей штуки. То есть мы больше как бы никого не держим, мы не держим референсы ни на что. Оно отпускает как бы всю эту штуку. А дальше происходит очень простая инициализация в контейнере, то есть мы инициализируем вот брокер. Понятное дело, брокер хочется, чтобы он был singleton, один между игроком и плеером, потому что если эту часть удалить, то у них будут разные брокеры, это не очень хорошо. Ну и потом мы собираем, собственно, контейнер, мы резовываем, заметьте, мы не резовываем самого игрока, а мы резовываем делегат, вот эту делегат, фабрику этого игрока, потому что зарезовывав ее, мы можем с ней вызвать инициализацию этого игрока. Естественно, что ивент брокер будет там за кулисами проинициализирован. Ну а в случае с тренером мы можем делать это через контейнер, просто контейнер.визов. Ну и, соответственно, если я вызову вот score пять раз, то, по сути дела, что будет делать? Первый вызов будет проигнорирован тренером вообще, второй, третий, четвертый вызов будут обработаны правильно, и вот в этот момент произойдет отписка от всего, и в результате пятый вызов тоже будет проигнорирован. Что как бы удобно, и в этом как бы все плюшки Reactive Extensions и проиллюстрируют. Вот. На самом деле, вот я тут говорю про команды, но команды это на самом деле всего лишь некая специализация, понятие того, что у нас есть какая-то шина, на которой идут какие-то сообщения. И есть другие разные типы сообщений, которые можно тоже класть на шину. Один тип сообщений это запрос. Запросы это когда вместо того, чтобы просить сделать что-то, обычно что-то, что влечет за собой мутабельность, вы говорите, что, слушай, а не можешь мне посчитать какое-то значение? То есть обычно запросы это и мутабельная структура, в смысле, что она не меняет структуру того, к чему вы обращаетесь, но возвращает вам какое-то значение. То есть у нас есть такой подход, и, соответственно, этот подход еще расширен тем, что мы можем сказать, что у нас есть сущности, которые обрабатывают команды, и сущности, которые обрабатывают запросы. И мы можем эти сущности как-то разносить, например, как внутреннего процесса, просто разные обработчики, или это на более макро уровне, это структуры. Это структуры, соответственно, макро уровня. То есть представьте, что у вас, с одной стороны, у вас есть база данных, но с другой стороны, у вас есть веб-сервис, у которого есть какой-то кэш. И, соответственно, когда вы команду посылаете, чтобы она в базе данных что-то преобразовало, возможно, вы не сразу хотите, чтобы это отразилось в кэшах, потому что кэши быстрые, нужно, чтобы они отрабатывали, и, соответственно, запросы, которые идут к этим кэшам, должны быть обработаны кем-то еще, какой-то другой компонентой. И все это именуется CQRS, Command Queer Responsibility Segregation. То есть ответственность за команды, за обработку командов и обработку запросов можно будет разносить на разные структуры. Это один подход. Еще одна штука, которая тоже является частью вот этой идеологии проброса сообщений, это просто события. События этой и не команды, и не queries, это просто информация о том, что что-то произошло. Просто информация о том, что вот в какой-то момент произошла какая-то такая штука, и мы, в принципе, можем, может, мы заходим ее логировать, может, мы хотим реагировать на эту штуку. То есть, может, мы фактически точно так же, как мы обрабатываем какие-то команды, может, мы хотим получить какое-то сообщение и событие, либо реагировать на него, либо не реагировать. И помимо этого, прошу прощения, помимо этого, мы можем расширить всю эту идеологию еще больше. Мы можем сказать, что текущее состояние объекта – это на самом деле всего лишь последовательность тех событий, которые с этим объектом случились. И это позволяет нам много чего делать, на самом деле, потому что если у нас есть запись всех состояний, то мы можем реконструировать состояние объекта в любой момент времени, от его зачатия до текущего, соответственно, момента. И мы можем посмотреть, а как мы пришли к текущему состоянию объекта. То есть, если мы записываем все события в системе, мы можем просто проиграть вот от А до Я и посмотреть, что мы получили. И эта штука называется event sourcing. Еще один популярный подход, про который я надеюсь тоже когда-нибудь рассказать. Последний пример, который я хочу показать, это вот, собственно, реализация запросов. Я полноценный CQRS затрагивать не буду, но как могут выглядеть запросы, в отличие от команд? То есть запросы, он сам по себе очень похожая структура. То есть это просто некий контейнер, которым есть некий результат, который нужно заполнить. И иногда вот этот результат, который вы хотите получить, откуда-то он, зависит не от одной компоненты, а от разных компонент, которые могут как-нибудь за кулисами взаимодействовать. Они могут быть в системе, а потом уходить из системы. Собственно, почему посредник нужен для этого. И вот если взять, например, внутрипроцессный запрос, то мы можем сказать, что делается это так. Мы создаем некий объект, мы кладем этот объект на шину, этот объект пробрасывается каждому обработчику. Каждый обработчик может либо написать то или иное значение, либо он может поменять уже существующие значения. И тут возникает вопрос, ну а вот если у нас есть обычные объекты, у них всякие getter, resetter, что же со всем этим делать? Потому что это уже неправильная парадигма, по идее не должно быть никаких getter и setter, потому что запросы к объектам вот в таком парадигме инкапсуляции, они должны всегда идти через шину. В данном случае можно немножко смухлевать и сказать, что ну вот если вы действительно хотите getter и setter, то это всего лишь proxy будут, которые в случае setter будут вызывать положение команды на шину, а в случае getter будут вызывать, соответственно, положение запроса на шину. И сейчас мы посмотрим, как это выглядит. Небольшой демок. Broker chain. Окей. Значит, что тут происходит? Тут симуляция простой игры, в которой бегают какие-то существа по лесу. И мы хотим знать некие характеристики этих существ, типа там сколько у них жизни и какая у них там сила атаки, допустим. То есть attack и defense. У них есть некие базовые значения, но допустим, что идет какой-нибудь там гоблин полис, он нашел какой-нибудь меч, который ему там дает плюс два к силе. Вот как описать это с точки зрения ООП? Если посмотреть на getter, допустим, getter, показатели атаки, он уже выглядит не просто как верни мне базовые значения, а он выглядит как создай запрос, как отдельный компонент. А положи этот запрос на шину, то есть perform query, этот запрос пробрасывается всем слушателям, и потом верни q.value. То есть q.value это некое поле или некая проперция этого запроса, который кто угодно может обработать. А дальше мы можем создавать объекты, которые являются собственно модификаторами этого значения и могут как бы брать текущее значение, как-то его изменять. То есть, например, какой-то базовый класс modifier, который ссылается на какую-то центральную компоненту. То есть в данном случае она не называется event broker, она называется game, то есть игра, потому что все существа и все модификаторы, они существуют в какой-то игре. В данном случае мы точно так же подписываемся на какое-то событие, в данном случае используется никакого reactor extension, достаточно банальные вещи, и после этого мы можем наследовать от вот этого класса и уже обрабатывать разные типы изменений. Например, удвоить силу атаки. То есть если мы хотим удвоить силу атаки, мы оверайдим некий метод, который будет вызван при запросе. Вот, собственно, сам запрос. И мы говорим, что если имя существа, которому мы применились, совпадает с именем, который запросили, вот нас запросили q.quitch, если он совпадает с тем существом, на котором модификатор применен, и если у нас спрашивают именно значение атаки, тогда возьми текущее значение и умножь его на 2. То есть это query, который модифицирован несколькими аспектами системы. Ну и помимо этого мы можем наплодить кучу таких модификаторов, и в результате получить ситуацию, когда у нас вот есть какое-то базовое существо, и после этого мы создаем просто через new, мы создаем некий модификатор. И как только мы создали такой модификатор, то изменения будут вполне очевидны. То есть если здесь существо начинает с параметрами 2.2, то здесь оно, соответственно, будет 4.2. Потом создается еще один скоп. Заметьте, я использую using, то есть эта идея примерно похожая на идею с iDisposable у iObservable. То есть тоже такая идея, что у вас пока компонента находится в системе, она может как-то влиять на обработку запросов, потому что она является частью общей шины. То есть шина, она как бы будет пробрасывать запрос через каждый из компонентов. Как только она предиспользовалась, все, она покинула шину, и, соответственно, это ни на что не влияет. То есть если я здесь вызову вот эту штуку, соответственно, применится она. После вот этой скобочки вот этот класс больше не влияет на гоблина. После этой скобочки, соответственно, вот этот класс больше не влияет, и он возвращается к изначальным значениям. То есть это пример того, как обрабатывается запрос. Поэтому вот то, что я сегодня показал, это как бы некий базовый конструктив, некий набор базовых вещей, сверх которых уже можно строить полноценные системы. Потому что тут осталось достаточно много шагов и вопросов. Тут остались вопросы с потоком безопасности, с тем, что, ну, по идее, было бы неплохо на обработчиках делать Async Await. На самом деле готовые упакованные библиотеки, вроде там Mediator, например, есть такая библиотека, Mediate R, она как раз использует Async Await. Помимо этого, я здесь не показал, собственно, события, event store, как все это реально, как восстанавливать объекты из событий, как отматывать там, как делать свой historical debugging, условно говоря. Ну, естественно, что если вы используете события, возможно, вы хотите сделать какой-нибудь базовый класс, типа там domain object или aggregate root, в котором вот этот общий список событий есть для каждого события. Если у вас это есть, то вы можете брать из там, из event store события и пересобирать объект полностью в любой момент времени. Вы можете делать temporal query, то есть спрашивать, а что было с объектом вот в текущий момент времени. И вы можете, не знаю, даже написать какую-нибудь тулзину, которая будет делать event replay, как вот исторические дебаггеры, просто чтобы смотреть вот состояние системы. Потому что, естественно, никто не предлагает записывать каждое состояние в базе данных. Вместо этого вы можете просто записывать каждое событие, которое произошло с той или иной компонентом. Ну, вот, собственно, и все. Поэтому такой вот базовый ввод в какие-то паттерны. Соответственно, если хочется больше паттернов, у меня есть видеокурсы, ссылочка ниже. Есть вот книжки. Так что спасибо. Спасибо. Так, первый вопрос. Какой шрифт у тебя в студии? Как шрифт называется в студии твой? Это прагмата, по-моему. Прагма. Все. Спасибо. Так, поднимайте руки, я подойду. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня сразу два вопроса. Первый такой простой. Вы показывали реализацию iObservable там, где сам факт подписки модифицирует Observable. Но этот вариант как бы не очень, потому что проблема с инкомсуляцией, как я понимаю. Ну, предложите что-нибудь лучше. Да-да-да, я писал свой вариант там с двумя буферными коллекциями и так далее, чтобы вот как раз при перегровании ничего не... Не, можно просто все лочить, причем старомодным локом, таким lock this какой-нибудь, вот что, самый жесть. В общем-то сам вопрос, а видели ли вы хорошую реализацию, на которую можно было бы равняться? Ну, у меня реализация, которая использует read-write-a-lock slim, но помимо этого даже с read-write-a-lock slim там какая фишка происходит? Если вы, допустим, делаете что-то типа take-3, допустим, взяли три элемента, сразу после забора третьего элемента, когда у вас идет вот нотификация на третьем элементе, прямо изнутри вашего read-a-lock у вас будет вызван dispose, который, по идее, должен привести к немедленному удалению, а удаление это write-a-lock. Вы пытаетесь взять write-a-lock в момент read-a-lock, поэтому использовать read-a-lock, но помимо этого все равно вот этот подход с дупликацией списка, когда вы делаете нотификации, тоже актуален, как ни странно. Ничего лучше пока не изобрел, но не знаю, это как-то не было такой огромной проблемой. То есть пока все работает. Спасибо. И еще второй вопрос, он такой общий философский и уже про межпроцессное взаимодействие. Известно, что нельзя сделать какой-то event broker с гарантией доставки ровно 100%. Всегда приходится делать выбор между at least once доставкой и at most once. Вопрос следующий. В чем же рецепт, ну какой же рецепт успеха? Делать at most once везде, где возможно, плюс и демпатентные обработчики? Или есть какой-то другой рецепт, который вы знаете? У меня на самом деле никаких фактических решений нет, к сожалению, в этом плане. То есть я бы сказал, что мой подход – это слепой подход. Это когда мы вообще подразумеваем, что что-то дошло принципиально. То есть мы не делаем acknowledgement. Но это работает не для всех, но работает для меня. Ну да, не для всех данных. Возможно, где-то можно, так сказать, потерять сообщение, а где-то нельзя. Не, ну самое банальное – это просто сделать запрос и потом сидеть по таймауту и ждать, пока тебе что-то вернут. Вот, если уж действительно хочется. Если таймаут не пришел, опять же, можно сидеть, ждать этот таймаут в каком-нибудь отдельном потоке, который там, ну понятно, что не самая эффективная с точки зрения вообще computation задача, но, к сожалению, какого-то вот гениального решения этой проблемы нет и как бы работает все, что есть. Но я делаю все практически вслепу. Спасибо. Я думаю, что за это точно можно книжку дать. Ты подожди сейчас другие самородки. А я голосую за вот этот вопрос. Давайте я сам. Как это? Спасибо. Никто знал. Ну? Собственно, добрый вечер. Спасибо за доклад еще раз. Тоже два вопроса есть. Первый вопрос про тестирование связан. Например, когда у нас есть просто какие-то классы с полями, мы спокойно с этим значение. Особо тут проверять нечего. Но когда мы вводим всякие дополнительные обертки, вентбасы и прочее, нам нужно это как-то покрывать тестами и отдельно прям саму шину потестить. Мы юнитестами нормально покрыть не сможем, чтобы… Ну, как сказать. У меня же вот все примеры, которые у меня были, они синхронные. Они блокируют. Ну да, но как только мы добавим какой-нибудь Рэббит или еще всяких систем… То мы возвращаемся к вопросам вашего коллеги, потому что это все в эту степь, по сути дела. А второй вопрос был, можете ли посоветовать какие-нибудь готовые библиотеки, компоненты, рецепты, чтобы взять, и оно сразу… Ну, вот Mediator, про который я упомянул, это готовые компоненты именно для посредника без каких-либо дополнительных обязательств, что ли. Мне кажется, самый хороший подход – это взять какую-нибудь сампл-реализацию CQRS, такую полную, где там еще какой-нибудь респиданный MVC фронт-энд лежит и все так далее, и выдернуть из него именно то, что вам как бы нравится. Потому что на самом деле никакого особого rocket science на текущем этапе нет. И надстройки поверх этого, допустим, мы там хотим какой-нибудь AsyncAway, они очень такие индивидуальные. Вот вам подходит одно, а другим людям подходит другое. Даже если брать вот этот Mediator, у него, например, все делано на AsyncAway, то есть это уже решение, которое кто-то за меня принял. Поэтому я не знаю, насколько актуально вот какие-то готовые, упакованные там, типа взять Nugget пакет, который это реализует, потому что все очень индивидуально. Опять же, то, что мне нравится строить это на, допустим, Absorable, не значит, что это нравится кому-то еще. И на самом деле это вот одна из вещей, которые я не видел в In the Wild, что называется, то есть какие-нибудь SQRS, например, реализации, где все делалось бы через Absorable, они не так частые, как реализации, например, когда действительно есть какой-нибудь интерфейс, типа там iHandle, что-то там, и этот интерфейс несколько раз реализуется. А потом, что еще любят делать фреймворки, они любят, вот когда у нас есть несколько интерфейсов iHandle, они любят делать динамические вызовы на этом, Dynamic Dispatch прямо. У меня есть объект типа T, и мы хотим на этом объекте, I'm sorry, сделать вызов, который выберет правильный overload. Они прямо кастуют его в Dynamic и все вот это. То есть это тоже не для всех, опять же. Спасибо. Спасибо большое за доклад. Было так великолепно, просто полный алибекса по паттерну. Первый пример предлагает дополнить паттерн момента для отката команд и наката команд. Будет смотреться вообще за счет. Ну, а iDispos в каком смысле момента и есть. Потому что, если вспомните, сам класс subscription, он приватный, но мы выдаем его на… Смотрите, у вас там не совсем момент, у вас там идет там гулька. Я согласен, да, я согласен. А это отдельная сущность, которая будет смотреться вообще великолепно. Может быть. Спасибо. У меня тоже два вопроса. Первый, он немного тролльский, продолжение самого первого. Был пример с двумя банковскими счетами. А вот, допустим, если у нас появятся реальные какие-то счета, там к ним будут выполняться обращения из нашего процесса. Как доработать этот пример так, чтобы, если первая операция выполнилась и процесс упал, чтобы после перезапуска не получилось так, что деньги снимутся с первого счета еще раз? А, ну, ответ на этот вопрос простой. То есть, это банальный event sourcing. Это та часть, которую я не показал. То есть, после первой операции, даже если там все накрылось педный пазл, мы надеемся, что это сгенерировало какой-то ивент, который был куда-то в event store засунут. После перезапуска мы смотрим в event store и смотрим, а что же там uncommitted. А, ну вот такая штучка uncommitted, и там поменяла ли она состояние. То есть, даже не поменяла ли она состояние, а в процессе реплея ивентов хотим ли мы инкорпорировать это в наш реплей. Ну, наверное, нет, потому что он uncommitted. Выкидываем. Все, состояние системы типа чистенькое. Окей. Второй вопрос. Какие вообще паттерны стоит использовать в таком случае, если у нас обработчик событий одновременно может породить какие-то новые события, например, несколько. Потом сделать, ну, некоторый fork join, вот, допустим, и обработать уже одновременно все результаты или дождаться там хотя бы одного из результатов откинутого к варе. На это тоже простой вопрос. Что касается вот этих ситуаций, типа, там, дождаться ответа А от одного и ответа Б от другого, это делается комбинаторами, которые предоставляют reactive extensions. То есть, там прямо вот помимо линковых операторов, там еще есть операторы, которые оперируют именно не на одном потоке, а на нескольких потоках и позволяют делать всякие хитрые вещи. Поэтому это все вполне реально. А то, что там обработчик сам порождает ивенты, так это нормально, это так и должно быть. Это как бы норма. Вопрос, связанный с уже обсуждавшимся первым вопросом по распределенной обработке событий. Как это лучше всего тестировать в случае, если у нас с точки зрения бизнес-логики не должно отправляться никаких сообщений. Ну, если мы тестируем негативные сценарии. Я объясню, в чем вопрос. Дожидаться, условно, минуту по таймауту больно, когда у тебя много тестов. Очень больно. Мы у себя на работе два основных варианта рассматривали. Повторная отправка того же самого сообщения. Ну, из расчета того, что состояние объекта не меняется. И второе, просто отправка дополнительного служебного сообщения о том, что больше никаких сообщений не будет отправляться. Хотелось бы услышать ваше мнение. Может быть, есть какие-то другие идеи. А я вот не понимаю, что второй вариант даст. То есть, вы послали обычное сообщение, потом послали сообщение, что больше не будет сообщений. Но если на том сервере короткое замыкание, то ему как бы все равно, что вы послали второе сообщение. Я не очень понял вот этот вопрос. Ну, просто предполагается, что все события закончились, система успокоилась и все. Дальше ждать не имеет смысла. Окей. Просто дальше ждать не имеет смысла, но это подразумевает, что у вас какие-то определенные ожидания насчет того, как работает удаленная точка, специфичные для вас. Потому что это мне уже нужно вникать конкретно в ваш подход. То есть, вы намекаете о удаленной компоненте, что вот на этом все. И типа, либо ты мне сейчас что-то выдашь, либо ты мертвый. Так? Ну, как вариант, это работает. Но это работает в вашем случае, потому что у вас вот такая специфика. Ну, я просто хотел спросить лично ваше мнение. Может быть, вы сталкиваетесь с подобными ситуациями? Во-первых, тут нужно как бы немножко разделять тестирование инфраструктуры от тестирования вашего кода. То есть, если вы можете как-то виртуально вот то, что вы делаете, допустим, на реально распределенных системах, сложить в контекст одного процесса и все это поэмулировать в одном процессе, то вы практически решили задачу. Если у вас есть какая-то эквивалентность, если вы действительно, если у вас, допустим, не знаю, используется MSMQ, какой-нибудь service bus, вы реально, вот реально распределенная система, тогда да, тогда вот будут такие ужимки и прыжки. Но опять же, что вы можете делать? Ну, если вы, допустим, считаете, что вот конкретно там, конкретно тот сервис, который вы где-то тестируете, он уязвим, ну, повесьте еще какую-то штуку, которая использует другой протокол, или повесьте еще, я не знаю, что это. То есть, как уже было сказано, нет никакой серебряной пули для того, чтобы протестировать что-то out of process, просто потому что у нас нет контроля над этим, у нас нет фактического, у нас нет блокирования, мы не блокируем, допустим, поток. Потому что как только начинается вот асинхронность, мы как бы теряем часть вот этого контроля. Ну, у меня, я говорю, у меня нет серебряной пули, и ее нигде толком не найти. То есть, все вот эти подходы, вводя того, что вы описали, они, если они работают для вас, то это хорошо. Если для вас работает, допустим, тайм-аут какого-то размера, то не обязательно там одна минута, то это как бы окей. Но в этом плане мало что. Еще? Спасибо за доклад. Я тоже, скорее, совет хотел спросить, какая была ситуация. Есть какой-то сервис, который выгребает почту, пушит кучу сообщений в очередь, и с другой стороны, соответственно, какие-то подписчики, которые оттуда выгребают, пишут в базу и шлют кучу нотификаций, ну, не кучу, пуш-нотификаций на клиент. Они сплывают в виде тостеров. В какой-то момент получилось так, что сервис, который выгребает почту, работает, но воркеры отвалились. Соответственно, куча сообщений в очереди. Об этом мы не знали. Или в какой-то момент воркеры поднялись, и они начали выгребать страшной силой. И в итоге на клиенте мы видим очень много всплывающих тостеров. Это было очень красиво, но пользователям не понравилось в целом. И вопрос такой. А есть ли какие-то подходы, паттерны к тому, чтобы ограничивать количество вот этих вот сообщений, которые могут быть подписчиками обработанных, какие-то батчи делать, что-то такое? Это тоже есть. Это тоже есть, и это тоже часть или reactive extensions, или часть more link, потому что там есть операторы не только связанные с комбинацией потоков, но есть операторы, связанные со временем, есть операторы, связанные с батчингом. То есть в том же more link, например, есть просто extension method под названием batch. По идее, ты можешь сказать, что вот если… И опять же, даже в самих reactive extensions есть подход, когда ты просто говоришь, что давай ты мне будешь выдавать объекты там по 10, или выдавать объекты в каком-то временном прибежутке. То есть это все достаточно просто. Просто вы… Да, data flow – это скорее на более макро уровне, я бы сказал. Вы про TPL data flow, правильно? Но теперь у data flow – это больше, как это сказать, больше макро структура, что ли. Вот для вот этой задачи, для таких задач reactive extensions должно хватить с головой. Другое дело, что вы просто изначально не знали про то, что такое может произойти, и поэтому не написали соответствующие вот сейфгарды для этого. А так это тривиальная задача. Спасибо. Ну, вот можно за этот вопрос я дам? Мне нравится этот вопрос, поскольку я тут решаю, что и кому. Вот так. Решел и не забывай. Так, еще вопросы остались? Наверное, все. Окей. Спасибо большое. Спасибо. Давайте еще раз поговорим. Продолжение следует...